Феррит будет сильно винить себя в смерти отца. Когда он узнает, что человек, которого он оставил в живых, был тем, кто стрелял в Архана, он сойдет с ума. Диалог 72 серии, и если бы я убил его, этого бы не произошло. Я стал причиной смерти моего отца, Сейрон. Сейрон начнет испытывать тошноту и другие симптомы, указывающие на беременность. Многие блогеры считают, что расставания Сейрон и Феррита нам не избежать. Некоторые даже придумали финал сезона. Сейрон уйдет от Феррита беременная. Кая найдет ей квартиру в Лондоне, и там она будет лечиться и готовиться к родам. А что думаете вы? Помните, недавно же был спойлер. Суна расскажет Кая, что Сейрон больна, и поможет ей найти врача в Лондоне. Сейрон начнет искать дома в Лондоне. Феррит увидит это и рассердится. Она скажет, что хочет там учиться. Феррит выйдет поговорить с Абедином, вместе выпьют. Феррит вернется пьяный, Сейрон отправит его в душ. Белин отправит ему сообщение, Сейрон это увидит. Феррит продолжит злиться и уснет на диване. Первый фрагмент к 72 эпизоду Зимородка дал понять, что расставание Сейрон и Феррита уже является фактом. Граф Зия спрашивает Феррита, готов ли он потерять того, кого любит больше всего. Сейрон чувствует себя виноватой за то, что вошла в жизнь Феррита. И вот мы начинаем страдать. Как банально. Единственное, чего не хватает, так это того, что Сейрон родит ребенка Феррита, а он не будет знать. Феррит очень импульсивен и не сдержан в своих поступках. Он начинает понимать только, когда теряет Сейрон. Первый раз в первом сезоне, когда Сейрон ушла, а он потом ее похитил. Второй раз он ее потерял, когда развелись, и только потом он осознал, что это были козни его родственников. Третий раз, когда пришла беременная пела. Но здесь он понимал, что теряет и из страха наделал очень много глупостей. Посмотрим, насколько повзрослел наш Феррит. Судя из фрагмента, теперь стоит вопрос не просто потерять, а именно отказаться. Посмотрим. Будет очень жаль, если откажется. Многие считают, что если бы Сейрон рассказал о своей болезни Ферриту, если бы он с самого начала знал, то тогда ему и выбирать не пришлось бы. Он бы занимался ее лечением. Ему было бы некогда заниматься местью спасения жены, было бы для него самым важным. Он повел бы себя по-другому. Сейчас даже не знаю, как он отреагирует, если даже узнает, у него теперь в голове на первом месте стоит слово месть, так что всегда надо говорить правду сразу, а не ждать, когда будет уже поздно. Пишут, что в конце 72 серии или в 73 серии Феррит узнает о болезни Сейрон. Не хочу, чтобы это было. Неужели все через что прошли Сейфер? Зря неужели нельзя было написать хороший сценарий? Зря Сейрон молчит про болезнь, если она уедет и оставит его в таком состоянии. То, что будет, когда она вернется, то ей придется либо с большим трудом собирать Феррит, а вновь его делать нормальным, нежным, заботливым, любящим либо разводиться и навсегда потерять любовь, которая. Досталось с таким трудом, ведь если она боль, то лечение пробиться долго и дилгая разлука не всегда идет на пользу. Может все испортить так, что лучше рассказала бы про свою болезнь и вместе решили бы, как действовать дальше. Возвращается старый Феррит Корхан. Последняя сцена 72 серии. Сейрон выходит из клиники и встречает Пелин. А мы-то думали, где она, что ей не показали в первом фрагменте. Тамер Левент, известный своей ролью графа Зии в сериале «Спрячь меня», возвращается в сериал «Зимородок», игравшие ранее актеры продолжают возвращаться в «Зимородок». Пока Сейрон продолжала скрывать свою болезнь от мужа, в сериале произошел серьезный инцидент. Архан Корхан был убит. Согласно информации, просочившиеся из-за кулис, несколько смертей друг за другом в семье станут серьезным переломным моментом в жизни Феррита. В жизнь героев также вернется граф Зия, знаменитый персонаж недавно завершившегося сериала «Спрячь меня» продюсерской компании OGM. Зия, которого оживил ветеран-актер Тамер Левент, ранее был гостем «Зимородка» в роли старого заклятого врага Халиса Аги, к которому он обратился за помощью много лет спустя. Согласно новостным сообщениям, на этот раз персонаж займет свое место в истории по воле Феррита, охваченного огнем мести. Каковы ваши прогнозы насчет того, сколько еще сери Сейрон будет скрывать от Феррита и родных о своей болезни, и когда же мы все наконец узнаем, какой именно ей был поставлен диагноз. Нам, наверное, будут показывать, как Феррит сначала будет похожим на деда, но любовь победит, и он выбирает Сейрон, но перед этим в трех сезоне будут мудовые рыдания. А мы будем ругаться, плеваться и смотреть. Феррит хочет стать сильным в мире криминала, но сила это не пистолет и не куча братков вокруг тебя, сила это ум, умение считывать врага и опережать его поступки. Я не хочу сказать, что Феррит глуп, но он не имеет таких способностей, я сужу по его поступкам, с той же пилохой. Граф никогда не будет общаться с человеком, который единожды его предал, даже с членом семьи, и потом то, что сказал этот дед, про оставить любимых, это тоже не соответствует действительности. Турецкие источники утверждают, что после смерти Архана, Феррит продолжит общение с бывшей любовницей. Он будет писать пелосообщение и интересоваться ее самочувствием после ранения. Источники утверждают, что Шехмуза посадят в тюрьму. Учитывая, что Зерин в больнице, Корхан будет чувствовать необходимость позаботиться о Пелин, разумеется, что втайне от жены. Одновременно с этим, Кая будет продолжать уговаривать супругу уехать с ним в Лондон. Суна решит, что ей обязательно необходимо взять Сейрон с собой. Девушка намерена любой ценой спасти сестру. Однако Сейрон будет отказываться, но после того, как увидит переписку Феррита с Пелин, согласится. Кая и Суна уедут и тайно прихватят с собой Сейрон. Она в очередной раз убедится, что Пелин будет присутствовать в их жизни всегда. Один источник утверждает, что уже уезжая в Лондон, будет знать о беременности. Другие же пишут, что она узнает об этом позже. В любом случае, спойлеры утверждают, что второй сезон закончится расставанием Сейфер и новостью о беременности. Примечательно, что подобные слухи появляются уже не в первый раз. Ранее информация о том, что Сейрон скроет свою беременность от Феррита и уедет в другую страну, появилась после ее интервью. Тогда источники утверждали, что новая встреча Ферроз с женой состоится лишь после того, как она родит. И сейчас ближе к финалу второго сезона эти спойлеры вновь на повестке дня. Интересно, как давно Шихмус знаком и находится в союзе с Мизиде, ведь не зря именно он спас ее от рук разгневанного Халиса. И что теперь ждет пару этих мстителей за столько убитых людей в перестрелке, в том числе и Архана Кархана? Недавно мы увидели трогательный и искренний диалог недолюбленного Архана с Ферритом. Несмотря на унижения, упреки и обзывательства от Халиса, Архан рад видеть Феррита и поговорить с ним. Архану обидно, и он сетует на то, что, чтобы он не делал, его отец Халис никогда по достоинству его не ценил. Каждый раз Архан верит ему, для его счастья достаточно хорошего слова или улыбки отца, но тот все равно считает его убогим и трусливым. Он разбит, ведь отец никогда не поддерживал его и не был горд им. Но он не такой, как черствый Халис. Архан говорит, что гордится сыном. Даже если тот ошибается, это никак не влияет на его безусловную любовь. Он каждой частичке своей души любит каждую черточку сына, и он рад и невероятно горд, что именно Феррит его сын. На что получает от сына ответные слова любви и счастья иметь такого отца? Любовь отца – это что-то космическое, важное и невероятное.